Всем привет! Меня зовут Павел Сергеев и мой коллега Андрей. И сегодня мы подготовили обзор Бауленса 2 и блок для его управления Турбопресс Б2. Итак, перейдем к Бауленсу 2. Что же у нас в упаковке? У нас там инструкция, гранитинный талон. Встает сам вибрационный насос. Вибрационный насос с проводом. Итак, по упаковке, что мы здесь увидим? Ну, прежде всего, мы увидим это сделано в России, на Бауленском электромеханическом заводе во Владимирской области. Есть также характеристики. По производительности с нулевой точки 2000 литров выдает данный насос. Мы, кстати, чуть позже протестим его в полях. Посмотрим, сколько в реалии он выдает с нулевой точки. Также по напряжению 490 Ватт номинальное потребление. Ну и на глубину до 80 метров, то есть по подъему по вертикали данный насос может обеспечить. Так. Провод. Провод в комплекте в зависимости от комплектации изначально. Здесь 10 метров. Здесь будет стоять галочка у вас. Какой длины? Есть и метр, и 20 метров. У нас 10. Соответственно, как подключать? Поскольку вибрационный насос двойный, то есть он может качать как и два сразу, так и по отдельности один из водозаборов. Следовательно, и подключить можно его по-разному. У кого ситуация, когда надо два сразу, вяжем на одну вилку. У кого ситуация, когда нужно нижний использовать водозабор, то подключаем, допустим, только нижний. Здесь, кстати, в инструкции это четко прописано. Как подключить, да? Да, страничку подскажи. Это на 8-й странице. На 8-й странице есть информация, как по цветам, собственно, подключать. Нас же интересует ситуация, как работает вибрационный насос Бавленис-2 с лугой прессом Б-2, соответственно. Дабы избежать неудобства включения-выключения в розетку вручную, да? То есть данный вибрационный насос может использоваться с автоматикой. Да, для этого как раз есть дургерпресс Б-2. Опять же-таки мы видим, что выполнено все в одной гамме, да? Очень для магазинов очень хорошо. Что у нас на упаковке? У меня на упаковке все, в принципе, характеристики и функции, да? Например, ну здесь все четко написано, чтобы покупатель мог сам подобрать, да? Установку порогов давления вручную нам обещают. Защита насоса под сухого хода. Защита при отсутствии потока воды. При заклинивании насоса, от избыточного давления, при пониженном напряжении. Все это посмотрим. Опять же-таки параметры. Максимальное рабочее давление, на которое рассчитано 6 атмосфер. И этого достаточно для бытовой системы. Максимальная мощность насоса, для которой используется полтора киловатта, ну для Бавленца второго, это тоже проходит. Степень защиты IP65. То есть, это не водопогружной блок. Его лучше ставить, ну в каком-то помещении. Еще нам говорят, что это написано на упаковке, что это блок управления двумя насосами, а не только Бавленца вторым. Посмотрим, что идет в комплектации. Кстати, да, здесь тоже написан производитель. Subline Service Москва. Сайт, как вы можете посмотреть. Так, что у нас? Это гарантийный талонный паспорт. Ну и сам Turbo Press B2. Какие у него особенности, да? Ну, помимо того, что ставится вручную давление верхней и нижней пороги, разборный датчик потока в виде обратного клапана. Здесь он, видно, может даже по звуку уже понять, для чего он разборный. Засорился, разобрали самостоятельно, почистили, все хорошо, собрали в рабочем состоянии. И выход под гидроаккумулятор с латунной вставкой. В принципе, у вас минус штуцер, тройной. По резьбам давай еще добавлю. Здесь у меня дюймовая резьба наружная. То есть шланг не обязательно хомутом, по резьбе закручивать удобно, поскольку водоизмещение достаточно большое, 2000 литров у тебя. У меня все аналогично, дюймовые, два наружных, один внутренний под гидроаккумулятор. Также есть манометр, где мы сможем наблюдать давление выставленное. Инструкция. Инструкция здесь есть и схема подключения двойного насоса, ну двух насосов. И есть отдельная схема для бавленца второго. Гарантийный талон. Гарантия, кстати, составляет два года. У меня год гарантии и три года заявленная эксплуатация. На самом деле этот срок может быть и выше, в зависимости от условий, опять же, его работы. Да, сейчас мы попробуем показать вам, как подключается турбипресс B2 к бавленцу второму электрически. Провода заведем. Я покажу, как они именно сюда входят в клеммы. А потом на стенде мы все проверим и настройки, и производительность, как ты сказал, да, и посмотрим, как он вообще работает в связке. Ну тогда вперед. Да. Что у нас касается электрики. Для завода проводов здесь есть два гермовода. Они довольно-таки хорошие. Сейчас мы их разберем, посмотрим. Для этого нам нужно снять крышку шести болтов и с другой стороны завести провода. Сейчас попробуем сделать. Так, все, вот мы открутили саморезы. Так, не до конца еще, сейчас, секундочку. Оп, все, сняли. Вылетел винтик. Ничего страшного. Что мы здесь видим внутри, да? В доступе у нас две клеммные плашки, да? И все, в принципе, вся микросхемная плата у нас закрыта кожухом. Здесь вот этот электронный датчик давления стоит. Вот. И, в принципе, вот сюда мы должны будем завести выход. В один из входов. Вот так вот, здесь он хорошо закручен, да? Вот, вот сюда мы заведем вот насоса. Другой мы заведем розетку. И у нас должно... Кстати, эта схема четко прописана в инструкции. Ее видно? Сейчас, секундочку. Что такое? О! Как четко проключать? Так, вот у нас есть... У нас состоит, значит, из такого держателя. Здесь стоит силиконовая прокладочка какая-то. Сначала, значит, надеваем колпачок. Потом заводим вовнутрь провода. Довольно-таки легко входят. Потом этим колпачком она герметично прижимается. Провода заводим вот в гермо. Вот этот специальный. Здесь закручиваем. Так. И теперь остается главной загадкой. Как же все-таки эти провода подключить в четыре? Было бы логично подключить их во все четыре, но нет. Для этого мы берем, для точности открываем инструкцию. Здесь на 12-й странице четкая схема, да, как подключать добавление со второй. И здесь написано, мы должны скрутить любой черный и белый провод в один. Один из вариантов мы скручиваем в один. Взяли, скрутили. То есть одну, мы уже точно видим, что мы читаем эту инструкцию, а не просто так она у нас лежит. И заводим ее вот сюда вот, в самый крайний, получается, не в самый, а в предпоследний вход. Вот. И подкручиваем его. А здесь черный и белый в любом порядке мы подключаем в две крайние плашки. И все. Все, раз, два. Вот. То есть у нас получается три входа с буковкой У. В один, в два мы по одному проводу, а в третий скрученные черные и белые между собой. Во вторую клеммную коробочку мы заводим розетку. Ну, у нас вот такой вот шнур с розеткой, да. Опять же таки те же самые. Здесь мы потом уложим это все дело хорошо, закрутим. И у нас получится герметично провод отсоединен от внешней среды. И сюда не будет никакого залива воды или влаги не будет образовываться. Опять же, те же самые операции делаем. Заводим. Здесь у нас что? Есть три входа. Земля. Фаза 0. Ну, и ставим в землю. Заводим провод. Ну, и фазу ему тоже соединим. Все, потом мы подтянем эти провода. Опять же таки закрутим герметично гаечку здесь, с другой стороны. Вот, и все. В принципе, у нас блок будет готов к работе. Все. Нам остается только закрутить крышечку. Здесь не перепутать. Вот они, две кнопочки. Раз, два кнопка и два светодиода. На крышке мы то же самое делаем. Оставляем, чтобы оно именно... Кнопочки совпали с кнопочками. И в обратном порядке закрутим это все дело. Следим, чтобы прокладочка вместо... Между крышкой и корпусом, вот эта силиконовая прокладочка, легла ровно, не вылезала. Иначе у нас не получится герметичности корпуса. И туда сможет попасть влага или сильно скапливаться конденсат. Это не очень хорошо для электроники. А точнее, это очень даже плохо. Все. Дотянули последний винтик. И у нас получается все уже розетка для подключения электросети. И блок соединен кабелем с бавлянцем вторым. В принципе, все. Остальное уже будем рассматривать на стенде, да? Для начала достанем... Мы уже собрали, конечно. Достанем насос из бочки. То есть, это Бавленис-2. Вибрационный насос, двойный. Ему нет аналогов на рынке. Этикетка должна была быть где-то. Вот она. Вот, если посмотреть, здесь все на нем написано. Произведен на Бавленском электромеханическом заводе. В Владимирской области. Имеет производительность максимальную до 2000 литров в час. С нулевой точки, то бишь, это если бочка, либо же емкость, неважно. То есть, где у вас выход сразу идет. Воды. На самом деле, тестировали. Он даже больше показывал нам на тестах. Но мы минимальное значение указали. Он 2400 нам показывал. Мы потом покажем эти опыты. Так, ну, в общем, смысл какой? Мы подключили Бавленис-2 к автоматике. Для того, чтобы не бегать, не включать каждый раз вилку в розетку. Расскажу. В общем, здесь провод идет четырьмя жилами. Можно подсоединить на две вилки. То есть, нижний, верхний забор по отдельности. Либо же на одну вилку все завязать. Поскольку производительность уже 2000 литров, это достаточно много. И наши клиенты используют его достаточно часто при подключении на целый дом, то есть, на дачу. То есть, где идет три точки водоразбора, либо же до шести точек водоразбора. Естественно, ставят вопрос о том, чтобы экономить. То есть, зачем использовать всю мощность насоса, когда вы включаете всего лишь один кран, да? Достаточно и одного водозабора. Ну, в связи с этим, у нас есть Юнипампа Хвороба Турбипресс Б2. И Андрей сейчас расскажет. И, кстати, Турбипресс Б2, он специально разработан для данного насоса. И управляет им по двум порогам. По верхнему и нижнему. Пороги задаются очень легко с помощью двух кнопок. Мы вам чуть позже это... Ну, настоять и покажем, как их настраивать, да? Там буквально полминуточки это займет. У нас уже пороги настроены. Подключен гидроаккумулятор. Если посмотреть, да, то он именно подключен... С этой стороны, наверное, легче будет увидеть. Смотрите, он подключен именно к самому блоку. Не через штуцеры, не через что. А здесь есть отдельный выход под гидроаккумулятор. Он с латунной вставкой. Поэтому, ну, особо, если даже сильно будете затягивать, ну, не лопнет. Не должен, на всяком случае, лопнуть. С этой стороны у блока есть манометр. Зачем он? Для того, чтобы посмотреть в любой момент, какое у вас давление в системе. И на тех ли порогах давления включается-выключается ваш насос. Потому что любые пороги давления могут со временем уходить вправо-влево. Почему это может происходить? Потому что вода не у всех чистая. Она бывает грязная, забиваются датчики. И, опять же, с помощью этих двух кнопок вы можете вернуть обратно систему в рабочий режим. От чего еще защищает данный блок? Защищает от пониженного напряжения, от сухого хода, от избыточного давления в системе. То есть, если 6 атмосфер и выше будет в вашей системе, он просто выключит насос. Приступим теперь, наверное, к присоединению. Как мы подсоединяли и что делали. Почему два порога в автоматике используем? Потому что, если посмотрим на этикетку, напор у нас 80 метров. Что означает, он может создать больше, ну, 8 атмосфер. 8 атмосфер для нашей системы будет губительно. Желательно 6 атмосфер максимально. Поэтому используем автоматику с двумя порогами, которая ограничивается 6 атмосферами. Не губите вашу систему. Как же происходит подключение? Давайте к гидравлику. У нас в вибрационном насосе B2 резьба дюймовая, да она? Дюйм, да. Поэтому мы просто взяли гибкую подводку, ну, в нашем случае гибкую подводку «Гигант» с двумя подсоединениями типа «Мама», да, дюймовыми. Одной стороной ставили. Обязательно не нужно никаких здесь пакли, фум-ленты. Ничего не нужно. Поставили прокладочку сюда, затянули более-менее нормально. Всё, потому что очень многие портят именно этой фум-лентой, резьбу срывают. С этой стороны, опять же-таки, подсоединили к нашему турбопрессу B2. Опять же-таки, заметьте, никакой пакли, никакой фум-ленты. Здесь стоит прокладка, и этого достаточно, чтобы не текло. Но вы можете использовать не только гибкую подводку, это просто как пример. С другой стороны, подсоединён к иран, опять же-таки, без фум-лента, без всего, да. И, ну, допустим, это будет поливочный шланг, да, в нашем варианте. И гидроаккумулятор, да. Мы видели, что он подключён. Вот, в принципе, всё подсоединение. Что касается электрики, я вам, опять же, потом более подробно опишу. Мы уже здесь подсоединили электрику. Здесь четыре провода заводятся в колодку клеммную. Два провода от двух двигателей мы сматываем. Это всё в инструкции прописано. В одну клемму мы поставили, и чёрно-белый провод, а в две других клеммы поставили. Всё, больше здесь ничего не нужно делать. Подключение элементарное. Там тоже пять минут работы. Сейчас мы всё это дело опустим, подключим к электричеству и покажем, как оно наполняется. Так, сейчас мы попробуем показать вам производительность данного насоса при включённых двух ступенях. Как мы это сделаем? Мы просто откроем на всю, и должны включиться в этот момент две ступени у насоса. И, да, у вас потом там таймер побежит, вы увидите, за сколько он наполнится. Ну, поехали, ты держишь? Да. Интересно. Вот такой бывает. Вот всё, набрал. Что мы сейчас попробуем сделать? Мы сначала откроем на полную, и будут работать две ступени, потом придушим немножечко нашу систему. Одна ступень должна отключиться, и посмотрим, насколько она быстрая. Может наполнить наше ведро. Так, давайте сейчас пока отключим вот так вот раз, чтобы меня не обрывал. Вот у нас видно, что какой напор большой, да? Два ведра. Так, сейчас попробуем придушить. Сейчас, секундочку буквально. Если всё равно будет видно. В принципе, мы должны позвольку понять, что вторая ступень. Вот она отдастся, теперь работает примерно. Это две отдастся. Давайте теперь попробуем. Давайте теперь попробуем. Попробуем. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот, теперь в нашем случае Настраиваем верхнее давление Для этого включаем насос Принудительно с помощью кнопки 2 Вот мы на нее нажимаем И насос будет выкачивать нам Давление в систему Давайте накачаем его до 4 Вперед О, я немножечко промахнулся Но это ничего страшного Мы опять открываем воду И стравим давление До нужного нам значения Вот, 4 атмосферы И опять Запоминаем с помощью кнопки 1 Да, у нас здесь магнет Оп, на красненькое нажали Все, теперь нам нужно выйти Из режима настроек Это 5-секундное нажатие на кнопку 1 И у нас загорится 2 огонька Все, вот они загорелись Насос наш настроен Давайте проверим На тех ли порогах он включается Должен включиться где-то примерно 2 с копейками атмосферы Насколько я настроил И выключится на 4 Все, вроде бы Очень легко И доступно